Матушка природа Присоединяйтесь к нашему интересному и захватывающему путешествию на Алтай, самый северный пик Синдиана, на праздник казахской культуры. Привет вам с самого северо-западного края Китая. Это далеко-далеко от небоскребов и неоновых вывесок. Здесь земля, полная тайны красоты, от которой захватывает дух, а также топографического и этнического разнообразия. Сейчас я в Дзимунае, который находится на границе с Казахстаном, поэтому здесь, конечно же, очень богатая казахская культура. Так отправляйтесь же со мной в путешествия по горам, ледникам, пастбищам, пустыням и долинам, чтобы окунуться в казахский уклад жизни. Меня зовут Джуй, и вы смотрите «Едем в Китай». Казахи, или «Хазакэдзу» на китайском, это одно из 55 этнических меньшинств Китая. Они составляют меньше, чем 0,1% населения этой страны. Но здесь, в Дзимунае, 6 из 10 жителей определяют себя как казахи. В этой тихой местности, по которой проходит 141 километр границы с Казахстаном, жизнь течет просто и размеренно даже в центре города. Уезд Дзимунае находится под управлением округа Алтай, который расположен на самом севере Синдзяно-Гурского автономного района. Давайте просто скажем так, это очень-очень далеко от Пекина. И кажется, что все достопримечательности на Алтае расположены очень далеко друг от друга. Проехав приличное расстояние, мы достигли нашей первой остановки. Это место, которое находится в стадии развития, чтобы стать туристическим объектом. Мой гид, мистер Го, курирует этот проект. Парк называется Цау-Юан-Ши-Чан, что буквально переводится как город скал и лугов. Это 60 километров удивительной геологии, которая оживает только с помощью воображения. Перед вами гранитные горные образования. Они как живые. Посмотрите, это похоже на черепаху. Да, у нее большая голова. А за ней еще маленькая черепаха. Посмотрите туда. У нас есть собака Шарпей. Видите ее, да? Как настоящая. И если вы повернетесь, увидите там любителей зеленых лугов. Они смотрят на красивый пейзаж. Все горные образования выглядят так, как будто они растут из луга. Скалы и луга подчеркивают красоту друг друга. Вот почему мы назвали это место город скал и лугов. Следуйте за мной, и мы изучим этот скалистый город. Гранитное образование, похожее на пузыри, это результат тектонического движения и ветровой эрозии. Поверхности стерлись со временем частицами гравия, которые приносил ветер. Мистер Го полон энтузиазма провести меня по этому музею на открытом воздухе. Он указывает на все виды существ. Он называет это море животных и людей. Драконы, снежные люди, персонажи из Angry Birds, старые женщины, древние монахи и все, что вы только хотите увидеть. Это особенное место, величественное и умиротворенное. Картина меняется постоянно в зависимости от времени дня и погоды. В летние месяцы ковер из зеленой травы покрывается цветочной радугой. И он никогда не теряет своего очарования. Возможно, когда-то автобусы полные туристов, фотоголиков приедут сюда, но сейчас город Скалы Лугов – это совершенно нетронутая идиллия. Рядом с туристическим маршрутом скопление юрт, которые уже превратились в кухни для таких голодных посетителей, как я. Эти кухни не облагорожены. Абсолютно все здесь аутентично казахское. Вся это домашнее и готовить здесь очень много. Здесь варится бешбармак – казахское национальное блюдо. Это томленая на слабом огне баранина с пластинами макарон. И запах выходит за двери, чтобы заманить нас. Мистер Гой, его друг Мухаяти, который управляет этим местом, настаивает на том, чтобы я отобедала с ними в этой кухне. Это простая еда, ее подают именно так, как мне нравится. Попробуйте это, это свежая. Это хорошо. Они просто выставили всю еду передо мной. Попробуйте. Спасибо. Юрты используются более трех тысяч лет. Хотя это почти то же самое, что и монгольский гэр, но у юрты более высокая куплообразная крыша. И внутренние орнаменты отличаются. В любом случае у них получился прекрасный банкетный зал. Вау, вот это блюдо! Посмотрите на это, это целая баранья голова, она против меня. Не могу дождаться, чтобы наброситься на это. Давайте я вам покажу. Она должна смотреть на почетного гостя. Да, она должна смотреть на меня. Да, как рыбья голова. Мы срезаем лобную часть, что символизирует приятное путешествие. Сейчас мы должны прочесть молитву. Это делает почетный гость, как молебщик. О нет, я так и знала. На меня давят. Хорошо, я сделаю это очень просто, я не привыкла читать молитвы. Спасибо всем вам, спасибо за ваше удивительное гостеприимство. Мне нужны субтитры. И да, я желаю всем вам здоровья и счастья. Спасибо. Все. Теперь я могу начать подавать всем мясо, срезая его с головы. Прежде всего, щеку отдают гостю. Мне? Почетному гостю. Спасибо. Оно очень нежное. А что это такое? А, это не оба? Обычно, если в юрте есть молодая девушка, мы отдаем этот кусочек ей, чтобы она красивее говорила и пела. Раз, два, три. Мы отдаем его так. Возможно, в будущем вы сможете хорошо петь. О, боже! Это значит, что я должна съесть это? Хорошо. Давайте я сделаю это. Возможно, я пойму, что надо сказать. Вкусно? Я не могу сказать, что это лучшее из того, что я ела в своей жизни, но это неплохой для меня опыт. Теперь мы можем срезать остатки сверхушки. Делайте это руками, а это едят руками. Я жду, что красноречие придет ко мне прямо сейчас, потому что это именно то, что эта еда должна дать мне. Но я чувствую косноязычие, если честно. Не могу сказать, что я ела баранье нёба раньше, но вот оно. Лично для меня не самая вкусная часть животного, но ритуал был прекрасен. В любом случае, разделить бешбармак и пир с местными уже само по себе большая честь. Затем, наевшись до отвала, я отправилась в другой лагерь, где сейчас веселье в самом разгаре. Или, по крайней мере, мне так сказали. Как и запах бешбармака, звуки праздника зовут меня присоединиться к ним. Это круто! Здравствуйте! Здесь так оживлено. Что вы отмечаете? Это день рождения маленькой девочки. Мы собрались вместе, чтобы отмерить его. А что это за танец? Прямо сейчас исполняется традиционный казахский танец, который называется «Черногливый конь». А что это означает? Казахи вырастают в седле, поэтому мы создали этот танец. Верно. Он основан на движениях, похожих на движения коня. А, он имитирует лошадь. Казахи очень любят музыку, петь и танцевать, особенно летними ночами на лугу под аккомпанемент двуструнной лютни. Знаменитая казахская пословица гласит «Песни и кони, как два крыла казаха». И хотя сейчас казахи носят современную западную одежду, на праздники и по особым случаям, как этот, они наряжаются в свои роскошные традиционные костюмы. О нет! Конечно же, это должно было случиться. Как я танцую? Я прекрасно понимаю, что гораздо больше похоже на обезьяну, чем на лошадь. Но я не могу удержаться от глупого смеха и безудержного веселья с этими счастливыми людьми. Она такая забавная! Наверное, она очень смеется надо мной. Нельзя сказать, что это большие посиделки, или что здесь очень шумно, но здесь реально ощутима всеобщая радость, и она искренняя. А какие чудесные и воодушевляющие все эти бренчания и звуки их инструментов! Это не мой шестой день рождения, но я себя чувствую, как будто бы он мог быть моим. И какой это подарок! Казахи – удивительно гостеприимный народ, и то, как мы ели и веселились вместе, сделал этот день незабываемым. Далее в программе «После обеда» мы пообщаемся с казахскими детьми, познакомимся поближе с матушкой природой. Здесь, в Алтае, одно захватывающее приключение следует за другим, будь то пешком или на колесах. Итак, мы вернулись в машину для очередной поездки через бесконечные просторы Алтая. Здесь вполне нормально пройти через все эти четыре сезона за один день, или даже за одну минуту. Правда. К счастью, я надела свою ветровку, потому что здесь даже летом довольно прохладно. Хотя я уверена, что на тех высоких пиках значительно холоднее. Они находятся на высоте более 3800 метров над уровнем моря. Очень плохо, что мы не можем подняться дальше. Это горы Саур, которые казахи считают священными, и этот участок называется Мусыдао-Биншань. Мусыдао на казахском значит «ледяная гора», а Биншань – это «ледяная гора» на китайском. В любом случае, тот ледник – это низколежащий ледник, и он остается замороженным круглый год. Но та часть, которая тает, обеспечивает водой 60 тысяч человек населения уезда. И этот уезд находится за пиком. Там кажется, что это достаточно удаленно отсюда, правда? Я чувствую себя так, как будто стою на краю света. Но на самом деле прямо там Казахстан. Это ощущение, которое наполняет меня свободой, и здесь очень холодно. Здравствуйте! Здесь есть кто-нибудь? Нет, только я. Рвущая свои связки. Мы снова едем по дороге, очень близко к государственной границе между Китаем и Казахстаном. Сейчас мы на пути к семье кочевников, которые владеют драгоценным, но неосязаемым наследием. Наверное, это здесь. В это время года эта семья заботится о своем куске земли, и как это принято для казахского уклада жизни, вы не увидите здесь никаких соседей. По казахским традициям они встречают меня с открытыми руками и накрытым столом с такими типичными угощениями, как чай с пахтой. Это мой отец и их отец. Когда я приехала, я заметила, что вы исполняли... Танец медведя. А у кого вы ему научились? Наш дед научил моего отца. И потом мой отец научил нас троих. А, я видела, как он учил вас. Как получилось, что танец имитирует медведя? Мы часто видим медведей, когда мы пасем овец, поэтому наблюдали за их движением и выучили их. А ты будешь учить своих детей? Да. А вы? Да. Посмотрим. А у вас есть фотографии вашего деда? Да. А можно посмотреть? Дедушка этих детей был единственным наследником казахского танца медведя в Дзимунае. К сожалению, он ушел из жизни в начале года. Головной убор, перчатки и туфли – все это ручная работа. А как вы называете этот танец на казахском? Аюби, аюби. Аю означает медведь и... Да. Би означает танец. Да. Может, выйдем на улицу и вы покажете мне, как танцуете Аюби? Конечно. Казахский танец медведя считается нематериальным культурным наследием на уровне провинции. Он символизирует успех на охоте, а также захваты, привычки и повадки хищника, такие как настороженность и иногда неуклюжесть, потирание плечами и облизывание лап после пожирания, добычи и рычания. Это одна из самых трогательных вещей, которые я когда-либо видела. Мужчина, несмотря на то, что у него повреждена спина, передает свое музыкальное и танцевальное сокровище своим сыновьям и племяннице. Простая, трудящаяся семья находит радость в месте, где расстояния очень большие, но отношения между людьми очень близкие. Таков уклад жизни казахов. Вы знаете, здесь, в Синьдяне, вы должны быть готовы провести уйму времени в машине. Пусть из пункта А в пункт Б занял у нас 11 часов. Я думаю, что здесь, в Синьдяне, у людей немного искаженное чувство расстояния. Например, если вы спросите уйгура, где это место, он может сказать «Ой Ада», что значит «там, близко», хотя на самом деле это может быть очень далеко. А если он скажет «Ой Ада», то вы попали. Я слышала, что есть похожее выражение на казахском. Мухаммед, нам далеко ехать? Я так и знала. Синьдян — это самая большая административная единица в Китае. И восьмой по величине подразделение страны на Земле, которая охватывает более полутора миллионов квадратных километров. Это размер Ирана, который занимает 18-е место в мире по площади. Ошеломляюще, правда? Но меньше 10% земли и территории Синьдяна пригодны для жизни человека. Это объясняет, почему мы проезжаем огромное расстояние, не встретив ни души. В этом регионе в основном пустыни и пастбище, на которых разбросаны оазисы, укрепленные глубоко врезанными горными хребтами. Но наша следующая остановка, возможно, самая волшебная из всех. Карстовые ландшафты Каэрдзяо. Это нереально, правда? Ярданги — это выступы скалы, которые со временем приобретают сглаженную форму из-за шлифующей пыли и песка, который приносит ветер. Слово «ярданг» означает «высокий крутой берег». Оно пришло из тюркского языка, как и сам казахский язык. Моя слюна брыжет повсюду! Чьей блестящей идеей было поставить меня на грузовую платформу машины и ехать со скоростью торпеды по грунтовке? Это режиссер Келвин. Но я не жалуюсь. Я просто принимаю это как часть моего контракта «Съедем в Китай», будь то поедание бараньего нёба или испытание перегрузок. Я люблю свою работу! Режиссер также подписал меня на марафон. О, я бегу через пустыню! Я готова убить своего режиссера! Давайте мне собрать здесь несколько камней, чтобы я смогла кинуть их в него! Это был очень слабый бросок, и, кстати, он промахнулся. О, боже! Посмотрите, какой грандиозный пейзаж! Сногсшибательно! Аж сердце замирает! Боже, целый рой комаров вьётся вокруг моего лица, но оно того стоит однозначно! Просто приехать сюда, быть в центре пустоты, вдали от суеты, и просто смотреть на закат над этими горами! Далее в программе мы отправимся на восток по маршруту миграции казахских кочевников, чтобы встретиться с командой студентов-борцов за охрану природы, которые помогают сохранить красоту Алтая. Мы сейчас едем по тому же пути, который проделывают казахские кочевники в своём 200-300-километровом путешествии между пастбищами. И они не останавливаются здесь надолго, только на один-два дня. Да, здесь пыльно, здесь неровно, это не гладкая поверхность, но это часть их жизни. Казахские кочевники мигрируют дважды в год. Без карт и GPS, с высоких летних пастбищ на стоянке на низких равнинах в поиске мест для выпаса своих стад. И снова назад. Они берут с собой всё своё имущество, сгрузив его на верблюдов, и переход может занять недели. Между тем у нас есть комфортный автомобиль. Ого! Моя голова! Нас полдня подбрасывало на дороге, и я уже не могу. Одного из операторов даже стошнило, а у меня растрясло все мозги. А сейчас мы рискуем утонуть в ледяной бурлящей воде. Здорово! И как казахи делают это без современного транспорта? Что думаешь? Я больше не могу думать. Я потеряла свой мозг. Мы покинули Цзимуна, и сейчас направляемся на восток, в заповедник Лянхэйюань. Это ближе к Монголии. Там юные китайские школьники проводят работу, связанную с защитой окружающей среды. Вау! Это настоящая девственная природа! Очевидно, что где-то в этих склонах есть группа подростков, которые собирают эмпирические данные, чтобы передать их учёным. И тогда они смогут изучить эту местность. И меня так и подмывает пообщаться с людьми, которые в два раза младше меня. Да! А теперь, если там есть медведи и волки, не пропускайте меня вперёд. И снежные барсы, они тоже здесь бродят. Итак, мы отправляемся в высокогорный лес. Мистер Чень! Рад снова с вами встретиться! Я тоже рада вас видеть! Добро пожаловать на наш объект исследования! С мистером Ченем мы уже встречались раньше в пустынях Дуньхуана для наблюдения за лошадьми Пржевальского и дикими двугорбыми верблюдами, которые находятся под угрозой исчезновения. А ещё он курирует школьников, но сейчас задача немного другая. Мы измерим каждое дерево, чтобы произвести количественный анализ сокращения выбросов диоксида углерода в разрезе глобального изменения климата. Спасаем мир по крупицам, я понимаю? Сокращение выбросов диоксида углерода? В моём понимании, задача на сегодня — это чертить площадку для взятия образцов площадью 400 квадратных метров, затем сосчитать, определить и измерить растения для сравнения в будущем. Это проект, которым занимаются подростки, но его курируют такие эксперты, как профессор Ли и главный исследователь Мистер Чень. Прямо сейчас они считают деревья, чтобы удостовериться, что гвозди забиты не глубоко, но надёжно и наклонены вниз, чтобы вода не собиралась и не появлялась ржавчина. Это может повредить растения. Это очень крутая образовательная поездка. Во время школьных каникул и кажется, что дети полны энтузиазма. Я под впечатлением. Привет, мальчики и девочки! Итак, для чего вы здесь? Мы измеряем диаметр этого дерева. А ещё мы должны определить вид дерева. И как вы это делаете? По коре дерева. Это называется ло-е-сун... Я не знаю, как сказать это по-английски, это на китайском. Лиственница. Лиственница, да. Кора у этого рода деревьев обычно очень твёрдая. Что ж, вам приходится много трогать и ощущать. На дереве номер 19 кора очень хрупкая. Это очень легко определить. Поэтому оно называется ель. Итак, что ещё вы записываете? Вам нужен диаметр дерева, вид дерева. Мы используем специальную единицу измерения для измерения высоты. Мы называем её DBH, диаметр на высоте груди. Груди? Причём здесь грудь? Грудь дерева похожа на грудь человека. Если идти от корня, то это на высоте 1,3 метра от земли. Это уменьшенная версия всей этой местности. И обработав все эти данные, мы можем сделать выводы о росте деревьев, о климатических изменениях, о поведении животных и так далее. Я думаю, ребята, вы чувствуете себя очень позитивно, занимаясь этим. Получаете удовольствие? Мы чувствуем себя хорошо, защищая деревья. Да, я в этом уверена. Да, если бы все подростки были такими. Капитан Планета и вся его команда были бы такими гордыми. Привет, ребята! Здравствуйте! Вы появились, как всегда, эффектно. Ну и как вам всё это, ребята? Это здорово! Это потрясающий опыт в сфере защиты окружающей среды. Мы приехали в болотистую местность. Итак, вы сделали довольно много. И что было самым трудным в этой такой далёкой поездке? Наверное, комары и мухи. Я полностью согласна. У меня всё лицо в их укусах. Определение деревьев и цветов, потому что они похожи. А вы всегда были заинтересованы в защите окружающей среды? Да, я думаю, что природа здесь очень естественная, потому что здесь не так много людей. Каждое дерево... Здесь нет домов человека. И это обогащает культурно. Образ жизни местных людей был для меня совсем новым. Итак, вы все получили разноплановый опыт. Да, ребята, вы делаете удивительную работу. Продолжайте! Спасибо! Пока! Какие замечательные старшеклассники, правда? И как отрадно знать, что не все из поколения двухтысячных сидят дома, приклеившись к телефонам. На самом деле, эти ребята испытали все тяготы изнуряющих миссий по защите окружающей среды, включая пеший подъём по почти вертикальному склону, чтобы вести мониторинг за дикой природой. Сегодня невыносимо жарко, и паразиты свирепствуют. Но эти дети не сдаются. Они любопытные и быстрые, создают вопросы и делают заметки, когда находят следы фауны, фекалии или норы. Они маленькие защитники окружающей среды, которые вселяют уверенность в то, что экосистема Лянхуяня и Алтая в целом продолжит выживать и процветать. Итак, мы дошли до места, где мы попрощаемся с Алтаем. Это исток реки Иртыш. Иртыш — это главный приток реки Обь, которая протекает через Сибирь и потом впадает в Северный Ледовитый океан. И здесь, у её истока, мы заканчиваем своё дикое и интересное путешествие. Хотя для некоторых их путешествие продолжается. Живя в Пекине, мне очень легко забыть о том, что в Китае есть намного больше, чем трафик, пыль и небоскрёбы. Здесь, на границах этой огромной земли, так много широкого, открытого пространства и дикой, опьяняющей красоты. Здесь красота природы и красота культуры уйгуров и казахов. И очень отрадно знать, что многие из молодого поколения принимают активное участие в сохранении окружающей среды. Я думаю, что будущее зависит от них. Меня зовут Джуй. Увидимся в следующий раз на программе «Едем в Китай». Редактор субтитров А.Семкин